ребятки всем здорово сегодня мы с вами находимся на затопленной поляне смотрите просто полянка поросшая травой глубина 15 ну 20 может сантиметров реально вот такая глубина и сегодня я предлагаю поймать здесь крупного карася друзья первым делом как всегда за корм кормиться сегодня будем прикормкой real fish универсал бомба вообще пахнет такое замечательное окошко рыбачить я сегодня буду на свою 5-метровую баллонку brain blast ball 500 друзья мои это просто жесть это просто жесть я бы не сказал бы что карась сверх крупный но ну сам принцип ребят я хочу чтобы просто посмотрели на глубину но 15 сантиметров три спичечных коробка 15 сантиметров не больше это жестяк ребят реально поляна просто притопленная немножко поляна когда-то в своей практике рыболовная у меня такое было но я ловил амура пару таких втянул по полторашки или даже там два не помню то боец еще тот не ну в принципе такой нормальный за ладошечный карасик пойдет блин тут из-за этой травы я даже не знаю как и притопить садок ребят ну кайф ну блин ну согласитесь кайф второй пошел да конечно не сразу поклевки происходят карасик надо чтобы немножко на прикормку собрался красивые в принципе карась а все он уже начал прикормку кушать гляньте него кашка прям потекла хорошие нормальные такие за ладошечные караси как раз на жарю кстати на этом ставочке я ни разу амура не ловил но в траве он блин должен быть если он здесь есть я просто не знаю на этом ставке амур есть или нет если он здесь есть то в траве он будет сидеть а на этот раз сработал бутерброд вот мне что-то показалось что надо как-то более обозначить наживку потому что там корневая система этой травы и не знаю не знаю как карасик это все хорошо видит глубина сбивается было и 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 Она начала работать, видно, как он шевелит траву, но есть один прикол. Получается, сама наживка в корневую систему травы залазит, ее надо постоянно обозначать. Время от времени я ее поддергаю, и я прям чувствую, как она с корня вылазит и цепляется, понимаешь? Видно, красик стоит, красик шевелит траву, но постоянно надо обозначать. Субтитры делал DimaTorzok Хорош, красавец! Ребят, тяжело, тяжело было ждать, пока он клюнет нормально. Ну да, такие все внятнее и внятнее карасики сегодня проклевываются, красавчик! Ну честно, я уже в этом году карасей 800-килограмм наловился так. Мне по приколу какая-то, понимаете, необычная такая экзотическая рыбалка. Вот как, к примеру, сегодня чуть ли не на футбольном поле ловим карася. Ребят, где мы еще с вами не ловили карася? Пишите в комментариях, будем в следующем видео ловить. Годится дядя! Ой, красавчик! Слушай, ну вот непонятно, он уже сам по себе по высоте, этот карась, такой сантиметров 10. А вот как он ходит, он то ли боком ходит, что вот я его не видел. Гля, какой красавец! Друзья, я долго сидел и думал, что мне эта местность, что мне эта рыбалка напоминает. Я вспомнил, в детстве когда-то, ну мне было лет 12, может 11, под Хоролом есть село Петровка. Это Полтавская область. Кто знает местность, ребят? И там, соответственно, есть ставок в Петровке. Он так и назывался, Патриевский. И точно так же, такая же местность, он точно так же весной разливался. Трава точно такая же. И мы в такой же траве, ребят, ходили только руками. Пацанвой ловили карасей. Карасики были чуть поменьше, но, блин, их было реально много. Да, такое сидишь, ностальджи. Слушай, это всё краше и краше. Ой, за самый краешек губы, друзья. Так. Я ещё крючок поменял. У меня стоял КР-22, такой, ну мощный крючок. Я его поменял на КА-105, Лайфбайт Лайт. Эти с тонкой проволоки, поэтому надо быть предельно аккуратными, когда вытягиваешь именно вот так, поднимаешь леской карася. Почему? Потому что тонкий крючок, он, соответственно, и проезжет губу намного проще. КА-105. Вот, ребят, наглядно вам покажу. Посмотрите толщину крючка, толщину самой проволоки. КР-22, но это мощные крючки. Они такие могут Сазанчика, Карпика держать вообще смело. А вот КА-105, Лайфбайт Лайт. Это любимые мои крючки именно по крупному карасю. Крупного карася они будут держать классно. Но если подсядет карпуха нормальный трешка, возможно, будет разгиб. Очередной красивый карасик. Ребят, только что эксперименты, эксперименты. Пробовал я ловить на кукурузу. Не хочет, не хочет, зараза. Глянь, крупный карась. Ставил я кукурузку, имеется у меня. Простояла она. Ну, минут 10 я поупирался. Думал, может, все-таки какой-то травоядный подойдет, зараза. Не, ни хера. Не хочет карась кушать. Травоядных нету. Поэтому продолжаем все как и раньше. Ух ты, глянь, кембрику уже сейчас будет хана. Поэтому и глубина сбивается. Но у меня еще есть, если что, чтобы заменить. Ребят, решила сместиться буквально метров 10, наверное, влево под молодой камыш. Но что-то так красиво его шевелит. Есть надежда, что, возможно, и карпуха клюнет. Давайте здесь немножко докормимся, чтобы рыба побыстрее собралась. Ребят, у меня небольшой перекус. Плюс камера греется на солнце. Сама начала отключаться. Да мне немножко остыть. Ребятки, вот и камышек отработал. Ну, карась такой себе. Помельче даже немножко будет, чем в траве. Ну, что радует, что он быстро на прикормку собирается. Классная вообще прикормка. Долго держит карася. Я на предыдущем месте довольно-таки не кисло постоял. И что в особенности хорошо, быстро собирает карася. Это очень круто. Друзья, там в одном из прошлых видео были такие комментарии по типу серый. А как же ж, типа пенолодки, а нерест. Друзья, да, я сегодня на своей лодке. Но я на коммерческом водоеме. Здесь я могу хоть на двух лодках быть и ловить могу здесь хоть 10, хоть 15 килограмм рыбы. Это все оговаривается с арендагером. И да, друзья, кстати, о лодках. У меня два комплекта. Одна 220-я, на которую у меня проходит 80% рыбалок. И 290-я килевая лодка. То есть эти два комплекта перекрывают, в принципе, все мои рыбалки. Ребят, пока месть еще не сезон, на Акваманию хорошие цены. Кто хочет обновить свой автопарк, заходите. Ссылочка в описании, интересуйтесь. Промокод ENERGYFISHING и вам будет скидка. Да, наконец-то. Дядя Карасик, слушай, порадовал своим присутствием. После обеда, как будто вот так вот, щелчок, понимаешь, и карася выключают. Я уже с реденького камышика вышел. Я уже два окна сменил здесь в траве. И понимаешь, что самое интересное? Его гада кормишь, он на корм становится. Ходит вот так вот по окошку, шевелит травку. А брать не берет. Ну, я думаю, всему виной обед, солнце поднялось. Зачастую так и бывает, что карась просто выключается. Ой, красавчик. Не, ну, камера реально вообще выбешивает. Ребят, смотрите, какой только что карасик попался. Не сняла камера, как я его подтянул, именно в лодку затянул. Глянь, какой аномальный хвост какой-то красивый. Ой, красавчик. Просто ты шо, ты шо. Ты смотри, прям расклевался. Да, друзья, сто процентов. Это просто был обед и карасик на обед. Вот прикрыл рот, смотри, какой красавец. Да прям хорошие. И опять же, мой вариант. Наживки червя работает. Прям бутуз такой. Красавец. Не, ну, я сегодня кайфанул. Все-таки, да, зря я сегодня переместился в молодой камыш. Потому что, ребят, ну, в травке, мне кажется, понаряднее. Посмотри, какие карасики клюют. Ну, а здесь я сейчас сижу, ну, вообще полотно. Вы видите, здесь реально ковер. Просто ковер. Я опускаю. Надо постараться еще, чтобы опустить, чтобы нигде, ну, там, за траву не зацепилось. Хотя глубина вот такая. Ты смотри, что творится, друзья. Гля, какие кабаны начали клевать. Это ближе к вечеру. Гля, какие красавцы. Ребят, если понравилась эта рыбалка, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, если ждете продолжения по ловле в густющей траве, но уже на боковой кивок. Кто не подписан на канал, обязательно подписываемся, чтобы не пропускать новые крутые видосы. Ну, а на сегодня все. Всем пока.